Что, коллеги, начинаем? Ну, во-первых, хотела бы поблагодарить вас всех, кто сегодня присутствует на вебинаре, за то, что нашли, так сказать, время в этой новогодней суете поучаствовать в нашем вебинаре. У нас сегодня тема поступления товаров в 1С на примере управления торговлей 11.4. Меня зовут Маргарита, я специалист компании Кодерлайн. И на поверстке дня у нас сегодня следующая программа. Во-первых, мы рассмотрим, с чего начинается. У нас цепочка закупок, это соглашение из договоров с поставщиками, регистрация цен поставщиков, ну и, собственно, указание номенклатуры поставщиков. Далее мы проведем регистрацию заказов поставщику, как обычным способом из списка заказов, так и с формированием заказов по потребностям, образовавшимся на предприятии. Потом мы проведем поступление товаров на склад на примере двух схем, то есть обычная схема и на примере ордерного склада. Посмотрим, какие бывают расхождения при приемке товаров. Рассмотрим учет Тары, пробежимся по комиссионным закупкам и по закупкам по импорту. С операциями импорта и под ВОЗ из ЕС. Для начала мы будем работать с вами в разделе «Закупки». Больше всего, с чего начинаются все закупки, это раздел «Нормативно-справочная информация», то есть НСИ закупок. Здесь в этом разделе у нас есть поставщики, договоры с поставщиками, соглашения с поставщиками, цены поставщиков. То есть основные наши справочные материалы, которые нам нужны для регистрации закупок. Поставщиков я заводить не буду, так как я буду использовать демонстрационную базу управления торговли последнего релиза. Там уже заведены некоторые данные поставщиков. И в принципе у нас все равно будет какая-то регистрация, поэтому мы рассмотрим, как заводятся поставщики, где содержится в составе этого справочника договоры с поставщиком, как заключается соглашение, как регистрируются цены поставщиков. Если перейти к демонстрационной базе, здесь ее сейчас всем видно, вот здесь у нас есть раздел «Закупки», с которым мы в основном будем работать. И вот наш раздел «Нормативно-справочная информация» и закупок. Если перейти в раздел «Поставщики», у нас здесь отображаются все наши партнеры, у которых стоит признак, что это наш поставщик. То есть вот эта галочка отличается то, что это наш поставщик. В принципе вот в каждом партнере в карточке можно посмотреть, что в нем внутри содержится. То есть все-все-все гиперссылки отсюда для того, чтобы быстро нам переходить к нужному разделу. Здесь мы можем перейти к договору. Здесь содержатся договора. Можем посмотреть подробнее. Здесь содержится номенклатура партнеров. Здесь содержатся контрагенты, то есть юридические лица, которые соответствуют этому партнеру, либо у партнера, допустим, несколько юридических лиц. Здесь же содержится проект-лист, то есть можно перейти непосредственно уже к истории изменения цен. Здесь гиперссылочка внизу, мы потом подробно на ней остановимся. И здесь дальше еще по кнопочке «Еще» есть еще несколько пунктов меню, которые не вошли в данный интерфейс, ну точнее не вместились просто при отображении формы. И здесь есть соглашения с поставщиком. Они нам тоже понадобятся. В принципе, соглашения с поставщиком и договоры с поставщиком, ну в какой-то степени это одно и то же. Только соглашение как бы это более общее понятие, а документы именно договор, то есть это уже именно юридически значимый документ, оформленный в программе. По поводу номенклатуры сначала расскажу, номенклатуры и цен поставщиков. Как я уже говорила, у нас в карточке нашего поставщика можно найти всю необходимую информацию. Возвращаемся к демонстрационной базе. У нас здесь есть номенклатура партнеров. Для чего нужен этот регистр? Это регистр сведений. Сюда заносится информация о том, как называется товар у поставщика. То есть зачастую у поставщика он называется по-своему, и несколько названий отличается от того, как у нас товар заведен в нашей бабе. И для удобства соотношения вот этих двух названий, для того, чтобы опять же быстрее можно было переводить, заполнять документы поступлений по данным партнера. Сюда заносятся как раз таки вот эти все наименования. И они потом отображаются в документах. Чтобы нам задать цену в нашей номенклатуре партнеров, нужно перейти по гиперссылке прайс-лист. Здесь у нас открывается рабочее место. Это обработка, которая позволяет изменять, смотреть цены поставщиков и собственно регистрировать документ, регистрация цен поставщиков. Если мы перейдем вот здесь вот по гиперссылке истории изменения цен, у нас здесь будет история изменения цен, собственно говоря, по номенклатуре поставщиков. Что мы можем здесь увидеть? У нас здесь уже непосредственно отображается номенклатура. У нас здесь колонками этого прайса будут виды цен, регулярные поставки, просто поставки, минимальные поставки. И в зависимости от вида цены задается уже непосредственно цена для конкретной позиции номенклатуры. Перейдем в обработку. Нажимаем кнопочку «Сформировать». Также обращу ваше внимание, что здесь есть также возможность загрузки из внешнего файла, потому что некоторые поставщики присылают, например, свои цены просто в Excel. Есть возможность загрузить из Excel-ского документа нужные данные. В настройке параметров прайс-листа этой обработки мы можем отобрать номенклатуру, ту, которую будет показываться в этом прайс-листе. Если мы уберем все отборы, то, соответственно, сюда выпадет вся информация по всем номенклатурам во всей базе. Здесь я переключила на расширенный вид, добавила новые элементы, выбрала номенклатура и в ней на три точки, если раскрыть на плюсик, ищем вид номенклатуры. У нас интересовал вид номенклатуры продукта. Здесь его сейчас дублировать не буду. Мы сохраняем этот отбор. Нас интересует поставщик база продукта, поэтому и, собственно, номенклатуру мы отбираем по виду продукта. Вот он у нас показал весь прайс-лист. И здесь непосредственно в этих колоночках можно изменять цену в нужной колонке, в нужном виде цены. Например, конфеты ассорти, конфеты барбарис, грильяж, допустим, у нас увеличилась цена. Смотрите, ну все остальные цены, допустим, мы оставим как есть. И по кнопочке «Применить измененные цены» мы создаем документ «Установка цен». Здесь его можно записать, нужно записать и провести, и по кнопочке «Установить» создается новый документ. Внизу у нас вылезло предупреждение о том, что создан документ. Если вы обратили внимание, вот здесь, вот, внизу по каждой строчке, вот в этой обработке указывается цена, которая была, да, и, собственно, цена, которая стала после редактирования и помесилась пиктограммкой, карандаш. Здесь идет информация о том, что цена повысилась, то есть она у нас с половиной процента. Перейдем в наш реестр регистрации цен поставщиков. Вот здесь вот наш документ. Смотрим, что он нам сформировал. И вот наши цены, которые, собственно, мы внесли обработка, здесь отражаются. Проводим наш документ. Он может сказать, что документ уже редактируется. Это связано с тем, что у нас открыта обработка, формирование пресс-листа. Цена у нас есть. Переходим дальше. Номенклатуру мы определили. Цены поставщиков мы проставили в пресс-листе. Вот на презентации, видите, еще раз, да, где отображается меню. Итак, переходим, собственно говоря, к самой цепочке закупок. Обычно начинается цепочка закупок непосредственно заказа поставщику. Для чего используется заказ? Заказ – это намерение заказать конкретный товар у конкретного поставщика. Но бывают ситуации, когда, например, пользователю не нужен заказ. То есть, если нет этапа планирования и расчетов с поставщиком планирования, тогда, соответственно, бывает намного проще ввести непосредственно сам документ поступления. Для того, чтобы ввести документ поступления, нужно зайти в раздел «Закупки», «Документы закупки» и вот здесь в общем журнале наших документов закупки по кнопке «Создать» выбрать нужную операцию, то есть приобретение товаров и услуг закупкового поставщика. И непосредственно уже здесь заполняется вся информация о товарах, доставке и вкладке дополнительных. Сейчас мы будем делать заказ поставщику «База продукта». Я бы еще начала бы немножко даже пораньше, например, с заказа клиента, потому что обычно перед заказом поставщику пришедет заказ клиента. Заказы клиентов у нас находятся в разделе «Продажи», «Актовые продажи», «Заказы клиентов». Вот, допустим, у нас был заказ 21 декабря. Клиент «Ассоль». Мы с ним заключили соглашение. Можем просмотреть параметры этого соглашения, что у нас здесь есть. Ну, соответственно, дата, номер, операция, реализация и то, что оно у нас действует, с какой даты, условия продаж, условия прочие. Мы здесь по поводу условий продаж не будем конкретно останавливаться, так у нас сегодня разделы все-таки «Закупки». Ну, просто пробежим, просмотрим. Для чего нужно соглашение? Ну, по большей части, это наша автозаполнялка. То есть, чем больше данных мы заполним в разделе «Соглашения», тем меньше данных нам нужно будет заполнить непосредственно в документах. Вот, допустим, наш клиент заказал такие товары. Грильяш, конфеты, ассорти, барбарис, крупа геркулес, крупа гречневая. И вот количество, которое непосредственно нужно. В документе «Заказ клиента» обычно указывается действие. Это очень важен такой момент, потому что в зависимости от того, какое действие указано товару, уже от него обрабатывается заказ. Если сейчас нажать на действие «К обеспечению», у нас здесь видно, что отгрузить мы можем вот только 5 килограмм, например, конфет-грильяш. То есть, у нас недостаточно количества товара для того, чтобы этот заказ клиента обеспечить. Тут у нас вообще нет ничего, да? Барбарис тоже вот у нас 5 и недостаточно товара. То есть, ну, все говорит о том, что нам нужно товар заказать сначала, чтобы нам его хватило. Заказываем товар. На основании заказа клиента можно сделать заказ поставщику. Прямо не выходя из формы. Выбираем поставщика, у которого мы будем заказывать наш товар. Это будет база продукты. У нас автоматически подставился контрагент база продукты. И мы можем выбрать соглашение, которое нам нужно. Давайте посмотрим подробнее наше соглашение. Нажмем на «Изменить». В принципе, вкладка «Основное» у всех одинаковая. Это организация, это операция, которая в соглашении используется, то есть закупка у поставщика. На вкладке «Условия закупок» у нас используются условия оплаты, то есть либо требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре, либо договоры не используются. И здесь уже указывается непосредственно детализация, что детализация расчетов идет либо по заказам, либо по накладным. Вот и оплата идет в такой валюте. Здесь же на вкладке «Условия закупок» проставляется валюта, которая влияет у нас на отображение табличной части в документах закупки. И то, что цена включает НДС. Здесь же можно поставить эту галочку «Регистрируйте цены поставщика автоматически» по умолчанию. Эта галочка нам немножко облегчает жизнь за счет того, что при проставлении в документах поставки автоматически регистрируются цены поставщиков и, соответственно, потом при последующих заказах они уже подставляются в документы. Рекомендую тоже ставить. Здесь мы условия оплаты оставим, также по договорам. Здесь же указывается склад, который подставляется по умолчанию, срок поставки – это срок, в течение которого поставляет наш поставщик товар. И на вкладке «Прочие условия» можно указать галочки по поводу возврата многоворотной тары, если она имеется, и требуется цена к таре или нет. Ну и, соответственно, статья о движении денежных средств, в котором будет производиться оплата. Записываем, закрываем, выбираем нашу поставку продуктов. Нам система предлагает перезаполнить цены. Мы, соответственно, соглашаемся и выбираем договор. Договор у нас тоже заведен. Давайте его посмотрим подробнее. У нас в договоре на вкладке «Основное» прописаны основные реквизиты, которые можно, опять же, подставить в документы расчета. То есть, подставляется счет продавца, счет организации, из которого будет оплата происходить, ответственные лица, контактные лица контрагента и так далее. Тип взаимоотношений с поставщиком. В договоре у нас детализация происходит уже по заказам и оплата в рублях. Еще, кстати говоря, обращу ваше внимание на то, что у нас есть раздел «НСИА администрирование» и вот здесь есть настройка разделов. Здесь нужно обратить внимание на настройку разделов «Закупки» и «Склад доставка». Все наши функции, которые мы сейчас будем проходить, они отображаются вот в этих разделах. То есть, соглашения с поставщиками не будут отображаться в документе, если вот здесь не стоит эта галочка. Функциональная опция «Соглашения с поставщиками». Также и договоры с поставщиками. Если вы используете, нужно зайти в раздел «НСИА администрирование», «Настройка разделов», «Закупки». И вот здесь проставить эти функциональные опции. Также у нас есть функциональные опции для того, чтобы использовать заказы поставщикам. Иначе у нас бы их просто не было. Вот эти галки тоже настоятельно рекомендую. То есть, контроль поступления при закрытии заказов. Поступление по нескольким заказам бывает не всем нужно, но иногда бывает нужно. И контроль оплаты. То есть, если товар поступил при закрытии заказов и контролировать, вся ли оплата прошла, тоже нужно перед тем, как закрывать заказ. Но обычно все так и делают. Корректировка приобретений нам понадобится позже. Что у нас здесь еще есть? У нас есть документы закупок. И у нас здесь есть акты о расхождениях после поступления. Они нам тоже понадобятся. Потом далее. Статусы документов могут использоваться. Статусы заказов поставщиков. В демо-базе они по умолчанию включены. Но иногда бывает статусы, что не нужны, так как они увеличивают количество операций. Прямо для обработки и отражения в базе. Также у нас есть еще раздел «НСИ администрирование». Настройка раздела «Склад и доставка». Так как наши закупки непосредственно плотно связаны со складом. Здесь есть общая настройка, которую можно проставить для всей базы в целом, но при этом детализировать, допустим, конкретные расчеты с конкретным поставщиком уже непосредственно в договоре. У нас для всей базы поставлено, что порядок оформления накладных и расходных ордеров происходит сначала заказа, а потом затем уже ордера и накладные. И здесь есть еще другой вариант. Это сначала заказы и накладные, только потом ордера. По поводу ордеров мы немножко позже тоже коснемся. Это касается ордерной схемы и раздельного товара движения. Когда отдельно ведется финансовый учет, а отдельно ведется складской учет. Вот здесь ниже идет оформление. Поступление доступно после оформления заказа. Нам говорят, что не рекомендуется редактировать, но действительно при начале системы уже просто не редактируют. Но я покажу, редактировать не буду. И вот здесь есть после оформления накладной. То есть, когда можно провести именно приобретение товаров и услуг. Рекомендуется, опять же, выставлять после оформления заказа, потому что иногда бывает, что расходный ордер приходит, скажем так, оформляется в системе раньше, чем документ поступления товаров. Ну, тут кому как удобно. Ну, и опять же, конкретика уже идет непосредственно в документах расчета с конкретным поставщиком. Здесь мы закрываем. Что у нас здесь сейчас можно проставить? Можно проставить ставку для платежей. Оплата поставщику товара, работы и услуги. Группа финучетов. Это, опять же, лучше пугалтера вам расскажет, что конкретно нужно. Тут уже каждая организация под себя подстраивает. Опять же, дополнительные реквизиты для заполнения. Доставка определяется в распоряжении, то есть непосредственно в заказе. Ну, и есть поле просто оставить комментарий, допустим, к этому договору. Записываем, закрываем. Выбираем наш договор, что у нас проставился. На вкладке «Основное» нам еще понадобится оплата. Вот эта гиперссылка отвечает за оплату поставщику. Но эти этапы оплаты заполняются уже непосредственно после того, как заполнена табличная часть товара, то есть уже когда сумма платежа определена. Здесь мы можем заполнить нужные этапы либо изначально в соглашении, либо непосредственно уже в заказе поставщику, допустим, отойдя от соглашения. Если у нас фиксированные этапы оплаты, мы с поставщиком работаем только на одних условиях, допустим, только предоплата 100%, то есть смысл зарегистрировать это в соглашении, чтобы она уже автоматом приставлялась. Ну и видим вот здесь информацию, что оплачено по заказу пока ноль. Ну, соответственно, пока мы еще ничего не оплачивали. На вкладке «Товары» мы видим, что у нас есть все наши позиции номенклатур, собственно, которые перекочевали к нам из заказа клиента, то есть мы ее просто скопировали. В принципе, если у нас вся информация заполнена, нам тут больше ничего не нужно заполнять. В принципе, у нас опять же все, максимальная информация заполняется из соглашения, валюта, цена в учет НДС, закупка облагается НДС. Нам остается, по сути, только провести наш заказ. Вот, он у нас сейчас в статусе согласован. Так как он на согласовании, он, соответственно, еще не передан в работу, и обычно подтвержден у нас бывает заказ поставщику после того, как прошла оплата по этому заказу. Обычно поставщики просят хотя бы какой-то минимальный аванс для того, чтобы передать заказ в работу. Предлагаю оплатить сейчас наш заказ поставщику. Чтобы, так сказать, утвердить наше намерение о том, что мы собираемся приобретать товар. Мы можем это сделать на основании заказа поставщику либо расходным кассовым ордером, если оплата идет наличными средствами, либо списанием безналичных денежных средств. Давайте сделаем списание. На что здесь стоит обратить внимание? Подразделения, которые потом идут в финансовые документы, нужно указывать обязательно. укажем здесь складское хозяйство, чтобы нам было видно учет наших всех поступлений в разрезе подразделений. То есть, какое подразделение приносит больше всего прибыли. Здесь нам нужно указать обязательно счет получателя. Счет получателя у нас в демо-базе заведен. Мы можем, в принципе, выбрать любой. Это у нас не перечисление в бюджет. И главное, что стоит обратить внимание, это галочка «Проведено банком». Без вот этой галочки платеж не считается проведенным. То есть, как бы он, грубо говоря, записан, но деньги не списаны. В базе будет отражаться, что деньги у вас все еще лежат на счету, и они не списались. Ну и, соответственно, после проставления этой галочки нужно проставить номер по банку. Допустим, мы оплатим сегодня. На вкладке «Расшифровка платежа» у нас здесь есть наши суммы, и вот здесь вот объект расчетов, наш заказ. Проводим наше списание. Оплату поставщику мы сделали, и у нас на вкладке «Основное» должна подтянуться оплата. И вот здесь мы по гиперссылке видим, что произведена оплата по заказу 100%. Если перейти по этой гиперссылке, он показывает карточку расчетов с поставщиками. То есть здесь у нас есть документ «Заказ поставщику на 28 350 к оплате». Соответственно, такая же сумма. И за счет списания безналичных денежных средств мы погасили, грубо говоря, долг перед поставщиком, и у нас, соответственно, вышло все вновь пока. Пока что у нас, получается, поставщик нам должен, так как мы ему оплатили, поставить нам товар. Так как мы делали заказ поставщику тоже из списка товаров, мы, в принципе, можем прямо на основании этого заказа поставщику, когда к нам пришел товар, ввести приобретение товаров и услуг. Но перед тем, как мы это сделаем, я немножечко расскажу по поводу того, куда мы, собственно, будем принимать наш товар. У нас в соглашении по ставке продуктов был указан склад. Вот он, склад центральный. Он у нас, естественно, автоматически и подставился. Центральный склад, если его открыть на просмотр, это склад, который работает по ордерной схеме. То есть это можно увидеть на вкладке «Ордерная схема и структура». Здесь есть галочки. При поступлении, при отгрузке используется ордерная схема. Что это значит? Это значит, что у нас делается движение финансовых документов отдельным документом, то есть приобретение товаров, и движение товаров делается складскими документами, то есть приходные, расходные ордера. Если у нас используется склад неордерный, допустим, мы бы здесь выбрали вот этот склад. Давайте посмотрим его в ордерную схему и структуру. Здесь не используется она. То есть тут у нас документ поступления товаров и услуг будет делать и движение товаров тоже по складу. То есть после того, как мы проведем приобретение товаров и услуг, у нас товар уже появится на складе. А в случае центрального склада после приобретения товаров и услуг товар еще не будет числиться на складе. Только после оформления приходных ордеров. Давайте, наверное, в качестве эксперимента сделаем пока просто по простой схеме западный склад, то есть без учета ордерной схемы. Мы можем сейчас зайти, предварительно записав документ, в отчеты по складу. Это в разделе у нас склады доставка, отчеты по складу и ведомость по товарам на складах. Сделаем отбор по нашему складу. Формируем нашу ведомость. У нас пока на этом складе вообще ничего нет. Возвращаемся к нашему заказу поставщику. Делаем на основании него приобретение товаров и услуг. Вернемся к нашему заказу. Опять же, как я говорила, заказ, который в статусе согласован, он не переходит в работу. И, соответственно, когда мы сделали поступление товаров и услуг, он не заполнил нам в этом статусе табличную часть. Какой смысл ее заполнять, если еще заказ не в работе. Поэтому мы вот здесь ставим статус подтвержден, что заказ у нас уже в работе. Поставщик нам его подтвердил и, соответственно, уже даже прислал нам товар. Входим в приобретение. Здесь у нас вкладка товара запомнилась. Нам остается, в принципе, проверить некоторые реквизиты, все ли у нас заполнилось. Какие-то, допустим, реквизиты для распечатки заполнить. И проводим наше приобретение. Также из формы приобретения товаров и услуг, вот здесь внизу по гиперссылке, в левом нижнем углу, можно зарегистрировать счет фактуры. Входящий. Записываем номер, счет фактуры, дату. Если она получена в электронном виде, нам приходится, соответственно, по электронному документу обороту. И, в принципе, нам остается ее только провести и закрыть. Приобретение мы сформировали, у нас должен появиться товар на складе. Вот он у нас появился. Здесь можно посмотреть, что идет детализация до регистратора. Если убрать, допустим, документ нам не нужен, каким документом этот приход делал, берем эту галочку, и вот у нас наш товар. Приход. И, соответственно, он же на конечном остатке. То есть приобретение товаров и услуг сделало движение по товарам на складах. Давайте сделаем второй заказ поставщику, скопировав первый, и попробуем его сделать на центральный склад с использованием ордерной схемы. Приобретение вот это мы пока закроем. Что-то по складу тоже закроем, видимо, сюда перетащим. Заказ клиента нам пока не нужен, поэтому я его тоже закрою. Закупки, заказы, поставщикам. Заходим, находим наш заказ. Кстати, если обратите внимание, он сейчас показывает нам текущее состояние, готовость до закрытия. Почему так происходит? Потому что мы по нему оплату произвели. Я перешла в этот отчет двойным кликом нажатием на колонке текущее состояние, и он мне показывает карточку расчета с поставщиком по состоянию выполнения этого заказа. Вот у нас была доплата по плану, доплата по факту. Все сошлось, мы ничего не должны, и товар нам пришел весь. То есть если бы товар пришел не весь, здесь бы были бы красные цифры о том, что у нас не весь товар еще пришел. И так как мы ставили в настройках системы о том, чтобы контролировать количество пришедшего товара, контролировать оплаты перед закрытием заказа, то система нам, соответственно, этот заказ закрыть не даст без выполнения этих условий. Но так как у нас все условия выполнены, он уже готов к закрытию. В принципе, мы можем его сейчас и закрыть. Вот здесь социальный статус закрыт. И он у нас становится бледненьким, чтобы он не мешал. Скопируем наш заказ. Опять же, те же самые товары. Только принимать мы теперь будем на центральный склад. Проводим наш заказ поставщику. Здесь, кстати говоря, тоже еще укажу на один момент. Здесь вот есть поступление даты. То есть желаемая дата поступления, ну и фактическая дата. Мы можем поставить сегодняшнюю. Она будет действовать для всех строк табличной части. Можем снять эту галочку и указать отдельно для каждой строки свою дату поставки. Мы поставим поступление одной даты. Проводим наш заказ поставщику. Статус, опять же, мы можем поставить подтвержден, но у нас на вкладке основной, если мы помним, да, предоплата 100% до отгрузки. Еще раз. Вводим оплату. Списание безналичных денежных средств. Проводим по банку. Выбираем подразделение. Проводим. Закрываем. Поплата по заказу у нас есть. Снова у нас статус подтвержден. И на основании него мы вводим приобретение товаров и услуг. Вот у нас товар пришел. Мы его провели. Зарегистрировали счет фактуру. И проверяем наш отчет. Ведомость по товарам на складах. Вот тот приход, который у нас был в прошлый раз. На складе западном мы сейчас будем делать отбор по центральному складу. И на нем, кстати говоря, у нас очень много номенклатур. Сейчас мы будем их отсеивать. Опять же, переходим в настройки. Лучше, если это будет расширенный режим. Здесь есть номенклатура. Можно добавить собственный отбор. Мы выберем вид номенклатуры продукты. и номенклатуры. И номенклатуры. Сформировали. Борис, девочка, грильяж. Мы вроде бы провели наше поступление. Давайте проверим еще раз. В связанных документах вот у нас было приобретение товаров и услуг. Тот же грильяж у нас 50 килограмм вроде как пришло. Но по ведомости по товарам на складах этого нет. Потому что это у нас только финансовый документ в случае центрального склада ордерного. И поэтому нам требуется оформить еще приходный ордер на товар. Для того, чтобы отразить еще и складской документ. К тому же еще как часто бывает это вот финансовые документы оформляет коммерческая служба и отдельные люди менеджеры. А на складе работают кладовщики и соответственно между собой не особо пересекаются. То есть они отдельно вводят свои документы. При этом все не всегда бывает что товар который пришел по накладным действительно пришел весь. Или наоборот бывает что он пришел даже больше. Для того, чтобы нам сделать приемку товаров нам нужно зайти в раздел склад и доставка. И здесь в разделе ордерный склад есть два рабочих места приемка и отбивушка. Здесь непосредственно оформляется уже ордер. У нас было поступление товаров и услуг и оно является нашим распоряжением на то, чтобы сделать ордер. Вот он наш заказ поставщику вот наши товары и именно по этой строчке мы будем делать приходный ордер. Становимся на эту строчку нажимаем кнопку создать ордер. Здесь еще мы поставим помещение продукты но это касается топологии склада не обязательно что у вас будет если вы не используете топологию склада. Смотрим товары и что мы здесь видим здесь у нас не проставлена колонка количества. Почему не проставлена это логично потому что кладовщик должен вбивать и проверять количество товара по факту то есть здесь по идее не должно быть учетных цифр. Иногда бывает для ускорения операции видно когда товара мало здесь просто заполняют уже непосредственно то что было по учету ну или например чтобы проверить что по учету а что по факту пришло давайте тоже заполним здесь количество у нас здесь есть заполнялка по кнопке заполнить только количество и дата поступления и вот то количество которое у нас по финансовым документам заполнилось сюда кладовщик проверяет это количество ну и соответственно либо проводит этот приходный ордер и вот здесь вот статус ставит что он принят то есть не в процессе обработки еще там согласований с поставщиком а именно принят только после того как он принят статус только после этого появится у нас наш товар на складе переформируем нашу ведомость и вот он наш товар появился вернемся к нашей презентации ну вот здесь на слайде такая краткая схема заказа поставщику когда используется просто непосредственно приобретение то есть сначала идет заказ бывает что оплата разбита на несколько этапов то есть это аванс там предоплата и кредит бывает что кредит полностью именно после отгрузки бывает стопроцентная предоплата как у нас будет аванс для того чтобы передать заказ в работу Соответственно, на разных стадиях до приобретения, после приобретения проводится оплата. И дальше уже приобретение у нас либо формируют движение по складу, это в случае, если не используется ордерная схема, и после этого мы можем уже товар продавать. Либо если используется ордерная схема, мы, соответственно, делаем приходный ордер на товар, и только после этого, когда они у нас появились на складе, только тогда мы их сможем имбрузить. Дальше начинается страшная схема. То есть, когда у нас пришел товар и у нас все хорошо, все сошлось, это, конечно, здорово и замечательно, но иногда так не бывает. Допустим, рассмотрим ситуацию, что у нас пришел не весь товар. Кладовщик у нас увидел, что пришел коробок 50. Допустим, 100 килограмм барбариса и проводит ордер в том состоянии, в котором он есть. Закрываем наше рабочее место, связаны документы. Не буду закрывать ведомость по товарам на складах. У нас есть дополнительные рабочие места для контроля наших документов, которые нужно оформлять. Это в разделе «Склад и доставка» есть накладные к оформлению. И вот сюда мы переходим. Извиняюсь, вернусь в базу. Еще раз. В разделе «Склад и доставка» у нас есть рабочее место, накладные к оформлению. Переходим в это рабочее место. У нас здесь появляются те накладные, то есть те заказы наших поставщиков, по которым нужно оформить поступление. В следующие разы, когда будем делать поступление, мы сюда зайдем, чтобы было видно. Все происходит довольно просто и быстро, потому что становишься просто на строчку, нажимаешь «Оформить» и формируешь непосредственно поступление. Плюс у нас в «Складе и доставке» есть еще рабочее место по контролю ордеров. Извиняюсь, это не в «Складе и доставке», а в «Закупке». В разделе «Закупки», «Накладные к оформлению». И там, и там у нас есть такое рабочее место. «Накладные к оформлению». Вот здесь на вкладке «Контроль ордеров» у нас здесь видно наши ордера, которые в работе, по которым еще что-то не прошло. Это испоряжение для оформления у ордера. И вот если мы становимся на этот заказ поставщиком, мы по кнопке «Оформить» можем оформить либо акт о расхождении, либо по приемке смотреть. Что по приемке? Нам показывает программа, что у нас идет расхождение в минус 50 упаковок конфеты с сортий и минус 100 кг. То есть там нам не довезли 100 кг. Ну и, собственно, «Склад», на котором это все не происходит. Такой у нас есть вариант. Вот здесь есть кнопочка «Перезаполнить выбранную». Имеется в виду, что мы выбираем вот это приобретение товара и его уже непосредственно корректируем. Вернусь обратно к своей презентации, немножко подробнее расскажу. Опять же, по схеме отражения расхождений. Вот у нас пришел заказ поставщику, оплата по нему прошла. Товар приобретения мы завели, нам пришел вроде как документ наш финансовый. Но на складе что-то пошло не так и чего-то не хватает, как у нас, какая-то недостача. Если у нас в случае недостачи, то, соответственно, тут уже идут две ветки. Либо мы согласуем с поставщиком недостачу, либо мы не согласуем с поставщиком эту недостачу. Если поставщик согласен с тем, что он не довез товар, соответственно, мы что делаем? Либо мы договариваемся с поставщиком, что он товар довезет. Тогда мы меняем текущее поступление товаров и услуг и убираем эти позиции. Соответственно, уменьшаем, чтобы у нас сошлось количество по приходным маркерам и поступлением товаров и услуг. И ждем, когда придет недовезенный товар. То есть делаем следующее поступление товаров и услуг. Вторая ситуация – это когда поставщик согласен, что он не довез товар, но по каким-то причинам он его не собирается довозить. Вы с ним, соответственно, переоформляете взаиморасчеты путем корректировки приобретения товаров и услуг. И делаете это либо в самом документе непосредственно, либо сверху документом корректировкой поступления. Кому-то удобнее делать в поступлении, кому-то удобнее делать корректировку поступления, чтобы было видно, в какой момент произошла эта операция, в какой момент были найдены расхождения. Зачастую работают именно с корректировкой поступления. Ну и бывает третья ситуация – это когда поставщик не согласен с тем, что он не поставил товар, договориться, как говорится, не удалось, и приходится списывать этот товар на недостачь. То есть это идет на расход, на статью расходов предприятия. В нашем случае мы будем рассматривать ситуацию, когда мы сделаем акт расхождения после поступления. Поэтому мы становимся на вот этот вот заказ поставщику и оформляем акт расхождения. И отсюда, значит, оформляем. У нас есть в документах закупки наш журнал документов закупок. Находим наше приобретение. На основании приобретения он у нас дает делать наш акт о расхождениях. Кстати говоря, тоже еще говорюсь немножко. В разделе «Документы закупки» у нас содержится весь журнал документов поступлений, счетов, фактур. Чтобы нам в нем не запутаться, когда становится операций очень много, вот здесь есть гиперссылочка «Настроить». И здесь можно выбрать отбор по документам, по виду документов, которые нас интересуют. То есть если у нас чего-то нет, мы можем как бы снять, допустим, эту галочку. Или то, что нас не интересует. Можем снять все и ставить только одно. Допустим, только приобретение. Мы сейчас настроим так, чтобы нам все-таки видеть еще акт о расхождениях. И создадим непосредственно акт о расхождениях. Выбираем вид закупки у поставщика, так как у нас была обычная закупка. Выбираем нашего поставщика, соглашение, договор. Что-то у нас не подгрузилось прям. Да. Закроем этот скорректированный документ. Мы сделаем прямо на основании этого приобретения из формы документа, чтобы нам меньше данных заполнять вручную. Сделаем заполнить на основании кнопочку акт о расхождениях после поступления. На вкладке основную мы видим, что основание документа поступления у нас. Собственно, акт у нас 28 числа, соглашение. Все это по умолчанию оставляем так, как есть. И здесь у нас отражается, что мы будем делать после этого акта о расхождениях. Либо изменять поступление, либо оформлять корректировку поступления. Проверяем товары. Вот наш грильяж. Можно сжать нам колоночки, чтобы нам тут лишнее. Можно, опять же, по каждой позиции, по каждой строке товара оформить комментарии менеджера, поставщика по документу. И смотрим, что у нас здесь получается. Количество. Это у нас по документу количество вступление и фактическое количество. По документу у нас было 100, да? По факту было 50. Если мы уже оформили приходный ордер, и у нас есть уже состоявшийся в базе факт приемки, то мы перезаполняем эти количество по факту приемки. И вот он показывает нам, да, что у нас есть расхождение в этом акте. В этом акте. Можно написать комментарии. Проводим наш акт. Опять же, статус согласования. То есть, наш акт переходит именно в работу после того, как он начинает отрабатываться. Пока он на стадии не согласован или обеспечивается, никаких движений с этим актом мы сделать не можем. Ставим ему статус «Отрабатывается». И здесь нам система подсказывает, как отработать эту недостачу. То есть, анализирует строчки, где у нас есть расхождение, и показывает, что мы можем сделать. Это как раз-таки та самая наша схема на презентации. Здесь мы можем оформить, то есть, поступление наших товаров по услуг уменьшается на недопоставленный товар с последующей отменой недопоставленных строк заказа. Либо мы можем оформить, то есть, изменить поступление товаров и услуг и ожидать допоставку товара. Следующее поступление услуг. Также мы можем ожидать допоставку без оформления. То есть, недопоставленный товар у нас принимается на склад, документы не переоформляются, у меня ничего. Если мы не договорились с поставщиком, и у нас не согласованы недостачи, то это мы либо списываем за наш счет, либо мы списываем за счет сторонней компании. То есть, может быть, произошла порча товара во время доставки, и, соответственно, затраты по этому товару будет нести другая организация. Но мы хотим, собственно, изменить наши документы и оформить допоставку, так как товар нам все-таки нужен. Поэтому мы выбираем вот этот пункт «Оформить» и «Ожидать допоставку». Выбираем его в обоих случаях. Проводим наш документ. И переходим на вкладку «Основное». У нас здесь есть гиперссылочка «Оформить документы». Это наш помощник. Здесь есть такой краткий отчет о том, что нам нужно сделать. Вот оно, наше приобретение, которым мы покупали товар. И при апоге перссылки мы можем его изменить. То есть, система автоматически уменьшает количество товара на нужное для того, чтобы сошлось с приходным ордером. И также подсказывает, что у нас документ приобретения товаров и услуг ожидается для недопоставленного товара. Предположим, что нам его все-таки довезли, этот товар. И мы оформляем еще одно поступление товаров и услуг. По гиперссылке «Оформить». Вот он нам его создает. Вот оно, наше недостающее количество, которое она нам доставала. Проводим этот документ. У нас стоит в документе о том, что указано вернуть многооборотную тару. Но пусть поставим и пока дату. Она у нас не участвовала в этом документе. Но все-таки система хочет, чтобы дата была. И галочку «Регистрируй цену поставщика» мы тоже поставим. Закрываем наш документ. И здесь вот в отчете он подтянулся. То есть наше приобретение товаров и услуг. Видно, что отображается. То есть мы по акту о расхождении отработали то, что нам нужно было сделать. Вот они все документы. Приобретение наше я закрываю. Сейчас проверим, изменилось количество или нет. Проверяем. Ассорти у нас было 100, стало 50. Проберите, стало 100. То есть наше приобретение скорректировалось. Закрываем. Учет тары. У нас программа сейчас захотела учитывать тару. Как понять, используется у нас тара или нет? Во-первых, тара сама по себе это отдельный вид номенклатуры. Он заводится непосредственно для того, чтобы было видно, какие позиции номенклатуры у нас относятся к таре. Откроем раздел «НСИ администрирование», «Номенклатура» и вот список наших товаров, которые у нас есть. Если с правой стороны обратите внимание, вот они виды номенклатуры. То есть это наш, грубо говоря, ассортимент товаров. И здесь есть отдельный вид номенклатуры. Это тара. С левой стороны все позиции номенклатуры, которые отображают непосредственно тару. Для чего они нам нужны? В системе используются упаковки. То есть что-то поставляется в штуках, что-то поставляется в упаковках. Упаковки складываются на поддоны. И, соответственно, все эти товары складываются зачастую с использованием тары. Бывают ситуации, когда тара у нас бывает многооборотная. То есть поставщик к нам ее не продает, право собственности к нам не переходит. Мы можем оставить залог за нее, допустим. Но после того, как товар мы приняли, мы возвращаем тару назад в течение оговоренного срока. Это тоже отображается в соглашениях поставщиков. Если вы помните, там на вкладке была тоже дата. Ну и в документах, соответственно, поступлений и заказов поставщиков. Если у нас происходит порча тары, соответственно, мы ее выкупаем, списываем на расходы предприятия. Если с тарой все хорошо, мы ее возвращаем нашему поставщику просто как возврат товаров. То есть по сути тара это такая же номенклатура, грубо говоря, как и любой другой товар. Она точно так же указывается в документах поступления отдельной строкой. И программа управления торговлей нам позволяет рассчитать автоматически нашу тару. Какое количество нам тары поступит, какое количество нам необходимо будет вернуть. Мы можем это отследить. Мы можем передавать тару клиентам и опять же тоже под реализацию, допустим, рассчитываться с нашим поставщиком. Либо тоже на условиях возврата. То есть все-все-все операции с тарой у нас поддерживаются. Ну и плюс мы сможем, конечно, контролировать остатки. Покажу подробнее, как это выглядит в программе. Ну, на примере какой-нибудь номенклатуры. Например, у нас есть такая номенклатура, как лимонад. Если открыть карточку, у нас здесь есть единицы измерения, условия хранения. И вот здесь вот есть упаковки раздела. У нас есть общий набор упаковок. И смотрим, с чего у нас состоят упаковки. У нас в упаковке состоят... Значит, одна штука, 20 штук собирается, образует ящик. Тысяча штук собирается в один палет. Ну, соответственно, один палет тысяча штук. И смотрим на редактирование, что у нас входит в этот палет. У нас здесь есть настройка, что этот палет поставляется в таре. То есть именно за счет этой галки программа понимает, что используется многооборотная тара. И вот здесь прикрепляется непосредственно карточка. Какой палет у нас используется? Деревянный, металлический. То есть отдельная карточка номенклатуры, которую мы создаем в нашем справочнике. Здесь мы ее прописываем. Также можно посмотреть и в каждой структуре вложены единицы. То есть ящик. Опять же, это тоже многооборотная тара. Потом штуки. Лимонад у нас поставляется в бутылках. И бутылка у нас тоже является многооборотной тарой. И так прописывается для каждой единицы упаковки. Для учета тары у нас тоже есть отдельное рабочее место. Оно находится у нас в разделе закупки. Вот здесь возврат и выкуп тары. Тут у нас есть некоторые документы, которые уже ранее вводились. Можем ввести новый документ. Но здесь, собственно, отражается поступление товаров, в которых участвовала тара. Здесь у нас также есть вкладка возвраты тары. То есть непосредственно уже те документы, которыми мы оформили возврат тары нашему поставщику. И те документы, когда мы делали выкуп тары. Например, сделаем какую-нибудь закупку того же лимонада, например, с использованием тары. Заходим в закупки. Документы закупки. Создаем приобретение, закупка у поставщика. Пусть это будет та же база продукты. Выберем соглашение. Выберем товар. Выберем даже западный склад неордерный, чтобы нам проще было. И товары. Подбираем товар. Лимонад. Количество штук. Ну пусть будет 2000 бутылок. Переносим в документ. И вот здесь есть по кнопочке заполнить, есть дополнить тары. Можно сделать это сейчас. И вот здесь у нас показывает программа количество тары, которое она рассчитала. Можно сделать это при проведении. То есть программа все равно увидит, что используется многооборотная тара и попросит заполнить. Вот мы рассчитали, что помимо 2000 лимонадов, он придет в 2000 бутылок, что он поместится в эти бутылки в 100 ящиков. Ну и нам понадобится два фондона металлических, чтобы это все принять. И вот эти три позиции как раз таки являются той тарой, которую нам надо вернуть. Идем в раздел закупки. Возврат и выкуп тары. И вот они у нас здесь появляются. То есть по каждой позиции номенклатуры уже то, что можно оформить нашему поставщику возврат. Если мы тару сохранили, мы нажимаем возврат тары. Если мы тару не сохранили, мы ее выкупаем. Ну либо просто она нам нужна, в принципе, мы ее выкупаем, так как мы договорились с поставщиком. Ну допустим, в 100 ящиков. Вставляем возврат. Вот они у нас. Цена поставилась. Проводим. Регистрируем счет фактуры. В приобретении не делали счет фактуры. Тоже такой важный момент. Гиперссылочка маленькая. В левом нижнем углу многие за нее забывают. Но в целом при закрытии месяца все равно программа вам не дала забыть про эту гиперссылочку. И все документы поступлений, которые остались без счетов фактур, будут отражаться во всех проверяющих обработках. Проводим, закрываем. Ящики у нас ушли, у нас остались бутылки, остались поддоны. Оформим также возврат бутылок. А поддоны мы, например, оформим выкуп. Отдельным документом выкуп возвратной тары у поставщика. Вот таким образом в этом рабочем месте можем контролировать документы, какие сделаны, какие не сделаны. Мы можем зайти также в раздел «Закупки», «Отчеты» по закупкам. И вот здесь по гиперссылке «Все отчеты» можно найти любой отчет, который нам нужен, в принципе. Все, что связано с тарой, мы можем поискать здесь. Вот, например, «Ведомость по переданной возвратной таре». И тут у нас отражаются все наши контрагенты, по которым у нас имеется задолженность по какой-либо таре. Дальше у нас идут комиссионные закупки. Комиссионные закупки проходят обычно по схеме, которая у нас представлена на слайде. То есть сначала идет регистрация условий приема на комиссию, то есть регистрация либо договора, либо соглашения, либо и того, и того. И что в договоре у нас указывается условие, по которым мы работаем с нашим комитентом. Комитент – это тот поставщик, который нам дает товар под реализацию. Ну и, соответственно, мы после того, как его товар продадим, товар, который поступил нам, право собственности на него, нам не переходит. Вот, именно после продажи этого товара, тогда уже у нас возникает задолженность перед нашим поставщиком о том, чтобы отчитаться по его проданным товарам. Ну и, соответственно, так как все это делается не бесплатно, мы удерживаем свой процент комиссионного вознаграждения, который рассчитывается либо процентом, либо разностью своей наценкой. После регистрации условий приемную комиссию мы сначала введем прием товаров, опять же делаем наше поступление товаров и услуг, да, либо по ордерной, либо по обычной схеме. Потом мы продаем товар нашего комитента, потом мы должны отчитаться по проданному товару, оформив отчет комитенту и отразив в нем здесь список товаров. После того, как мы отчитались нашему комитенту, мы переводим ему оплату за товар, который, соответственно, продали. Иногда бывает ситуация, когда бывает переоценка товаров комитента, то есть, допустим, в той ситуации, если, допустим, тот товар, который мы получили, ну, по какой-то причине плохо продается, и нам нужно, например, снизить цену. Ну, сами самостоятельно мы этого, естественно, не делаем, мы его согласовываем с нашим поставщиком, и после этого делаем переоценку товаров. После того, как торговля, ну, или какой-то этап торговли закончен, мы можем вернуть товар, который брали под реализацию, обратно нашему поставщику, оформить возврат товаров. Перейдем обратно в нашу демонстрационную базу. По части работы, ну, с комитентом. Ну, давайте сделаем заказ поставщику. Кстати говоря, мы вот еще отработали основную схему, но не отработали схему по формированию заказа по потребностям. Мы с вами делали второй заказ, чтобы сформировать непосредственно его по потребностям. Сойдем в заказ клиента. Скопируем тот заказ, который у нас уже был. И вот здесь на вкладочке товары выберем не обеспечивать, а обеспечивать обособленно. Что нам это дает? Обеспечивать обособленно имеется в виду, что мы привозим, заказываем товар у поставщика непосредственно под данный заказ клиента. И когда он придет на склад, его никто не может отгрузить. Ошибочно или специально он становится на резерве с того, как он поступил. Мы даем системе понять, что у нас вот эти товары будут обеспечиваться непосредственно под конкретный заказ. Пробудим его. Для того, чтобы работала схема формирования заказа по потребностям, нужно, чтобы были настройки. В разделе «Склад и доставка» есть раздел «Настройки и справочники». Здесь есть способы обеспечения потребностей. В демо-базе их, конечно, очень много, но основной смысл в чем, что есть способ обеспечения за счет покупки товара, есть за счет перемещения с других складов и есть за счет сборки товара. То есть, либо мы товар собрали и получили, и продали, либо мы его купили, либо мы его переместили с какого-то, допустим, центрального склада в нужный магазин и, соответственно, отгрузили наш заказ. Здесь у нас в демо-базе уже есть способ покупка с поставщиком базы продуктов, поэтому мы будем его использовать, сейчас новый создавать не будем. И также еще для настройки, для поддержания запасов и для обеспечения заказов бывает нужна еще настройка. Вот здесь вот «Склад и доставка», «Настройка поддержания запасов». То есть, что имеется в виду? Мы можем выбрать «Склад». Он у нас фильтрует, соответственно, нашу номенклатуру. И мы сможем посмотреть, какое поддержание у нас запасов идет, и проставить его, если нужно. Если выбирается способ поддержания запасов минимально-максимальный, то, соответственно, при достижении какого-то минимального запаса, допустим, 10 упаковок, система даст предупреждение о том, что нужно заказать еще максимальный резервный запас 100 упаковок. Причем можно обеспечивать только заказы за счет запасов, то есть непосредственно из того, что на складе, а можно обеспечивать независимое поддержание запасов. То есть, помимо 100 штук, которые нужны для поддержания вот этого стабильного запаса, еще закажут дополнительно сверху то, что требуется для обеспечения заказа клиента. Также может рассчитываться по норме и рассчитываться по статистике. По статистике это уже когда очень много продаж, программа сама высчитывает, какое количество товара для поддержания определенной уровня запаса нам нужно. Пока вот просто покажу, что у нас здесь есть минимальный-максимальный запас для той же самой, например, крупы гречневой. И мы будем исходить из этой настройки. Просто программа потом покажет в обработке формирования заказов по потребностям, по какому принципу будет заказываться товар. Для того, чтобы сделать заказ поставщику по потребностям, мы заходим в заказы поставщикам, это в разделе закупки, и создаем по кнопке, вот здесь вот есть обработка по потребностям. Еще раз напомню, что у нас был заказ клиента, вот она потребность сформировалась, что нам под этот заказ нужно обеспечить товар. Можно сделать отборы и выбрать конкретно на определенном складе под определенный заказ, допустим, заказать определенную позицию. Ну вот, можем выбрать тот заказ, который у нас есть, допустим. И вот здесь вот выбрать тип обеспечения. Можно не задавать вообще никаких отборов, и в таком случае система как бы проанализирует все потребности, которые у нас есть на предприятии, и выкинет сюда все, что она считает нужным для того, чтобы заказать. А вы уже выберете то, что вам нужно. Вот мы выбрали непосредственно на предыдущем шаге, что мы хотим обеспечить именно тот заказ клиента, который у нас вот здесь, да, сейчас укрыт. Он систем проанализировал, что это способ обеспечения закупка, просчитала дату поставки, и вот формирует товары, то есть список товаров, которые нам нужны. Требуется 100 штук, заказа 100 штук, ну то есть непосредственно то количество, которое нам нужно для заказа, то и проставляется. Вот здесь внизу будет записана информация о том, какой будет заказ поставщику создан. Переходим к следующему шагу. Система нам сформировала заказ поставщику, и его не провела, так как у нас не заполнен договор. Ну здесь мы его проставим вручную. Вот они наши товары. Заказ поставщику опять же, да, статус подтвержден, ставим. Удастся нам это сделать без оплаты? Да, потому что мы еще пока товар не получили. Сделаем оплату. Чем отличается, да, предыдущий способ, когда мы просто заказ из списка сделали, отформирование по потребностям вот этой обработкой. Ну, во-первых, это ускоряет немножко процесс, особенно если позиции на манклатуре очень много. Вот, а во-вторых, это непосредственно товар появляется на складе уже под конкретный заказ. Его никто не может забрать. Это можно посмотреть в разделе склада доставка, отчеты по складу. И здесь есть такой отчет, как остатки и доступность товаров. Можем выбрать наш склад центральный. Я чем-то выбрала. Западный. Вот. Опять же, на центральном складе у нас весьма много товара, поэтому мы сейчас его отфильтруем немножко. Добавляем новый отбор. Номенклатура, вид номенклатуры. Смотрим, да, что у нас, вот, ожидается приход по нашему заказу. 28 числа, как будто все в наличии, да. В наличии у нас по прошлому поступлению, так как мы уже товар закинули, он у нас есть в наличии, и он не зарезервирован нигде в резерве. Вот. И плюс еще ожидается приход. Возвращаемся к нашему заказу поставщику. Оплата у нас еще не проведена. Давайте проведем оплату. Сделаем приобретение товаров и услуг. Обратите внимание, что вот здесь, вот, в колонке назначения все равно, но также дублируется заказ. То есть, непосредственно в приобретении видно, под какой заказ клиента этот товар привезен. Регистрируем счет фактуру. И помним то, что мы принимаем товар на центральный склад, поэтому без приходного ордера он у нас не встанет на склад. Поэтому мы идем в склады «Доставка», «Приемка» и принимаем наш товар. Создаем ордер. Заполняем количество. У нас находит заполняется количество. Нет товаров для заполнения по распоряжению заказа поставщику. Вернемся к нашему заказу поставщику. У нас подпишем. Продолжение следует... 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 Вот наш отбор по виду номенклатуры. Вот и наши вентиляторы. Они у нас появились, и в наличии сейчас есть. Допустим, мы продали все действия вентилятора. Оформляем документ продажи в разделе «Продажи» — «Документы продажи». Создаем реализацию товаров. Какому-нибудь клиенту, допустим, «Ассоль» — «Какое-нибудь соглашение» — «Просто обычная продажа». Выберем соглашение «Актовый кредит». Допустим, что мы не будем вводить оплату от клиента. Он у нас оплатит нам после того, как получит товар. Ну и склад выбираем «Актовый». Добавляем наш вентилятор. Допустим, все 10 штук продали. Вид цены у нас был задан заранее, что мы их продаем по 2000. Разделение заполняем. Вот мы их продали. Когда мы их продали, у нас в разделе «Закупки», «Комиссионные закупки» есть рабочее место — «Отчеты комитентам принципов». Мы заходим в него, и здесь у нас видится тоже, опять же, распоряжение на оформление отчета комитента. То есть без реализации здесь не появляется распоряжение на оформление. На первой вкладке мы видим отчеты, те, которые уже сформированы. И на второй вкладке распоряжение на оформление. У нас реализация сейчас, как видите, в этом рабочем месте не отображается. Опять же, потому что у нас есть здесь статус при доплате. Мы поставим, что реализация у нас, товар статус реализован, чтобы он у нас появился в рабочем месте. Вот он у нас появляется. Вот он распоряжение на оформление. На основании него мы оформляем отчет комитенту. Точнее, мы можем его сейчас оформить. Просто сейчас покажу. Почему у нас альфа подтянулась? Кто-нибудь видите, где-то альфа. У нас программа прям чудит. Мы принимали разве от альфы заказ поставщику от авики? Нет. Даже товар уже принят в авики. Не обновилась информация. Готов к закрытию. То есть, по нему пришел товар. Он у нас на складе виден. Возможно, где-то засорился кэш, потому что все-таки система у нас видит о том, что 10 товаров было продано и заполняет по остаткам, которые нам нужно. Но почему-то подтянулся другой контрагент. Не понятно. Ладно, не будем на этом заостряться. Просто пока предварительно покажу. Не буду проводить этот отчет. Вот здесь на вкладке «Товары» мы заполняем по результатам продаж, то есть непосредственно тот товар, который мы продали. На вкладке «Комиссионное вознаграждение» у нас рассчитывается вознаграждение. Ставка НДС тянется вот здесь из самой услуги. На демонстрационных данных, к сожалению, здесь еще не обновлена была складка. Тут я ее изменила уже. Мы ее поменяем вручную, дабы она у нас не длина тянулась. Продажа обладается НДС, валюта, рубли, снахачать НДС, все стоит. В разделении «Токайлис» на московском хозяйстве поменяем. Программа нас спрашивает про заполнение графика продажи, графика оплаты, мы ее заполняем по умолчанию и рассчитываем комиссионное вознаграждение. Комиссионное вознаграждение у нас рассчитывается процентом от суммы товаров, то есть у нас была сумма 2400, но соответственно 10% от них рассчитались. Я пока этот отчет отменю проведения и покажу еще ситуацию, когда, например, нам нужно отразить еще возврат товаров. То есть из 10, допустим, проданных нами вентиляторов, допустим, 2 не подошло к клиенту или там что-то так обнаружили, вот, и они оформляют возврат. На основании реализации мы вводим возврат товаров от клиента. Реализацию не забываем, не забываем проводить еще фактуру. Вводим возврат товаров от клиента. Количество указываем, допустим, 2. Вводим. Вводим. Оформили возврат. Далее, когда мы формируем отчет комитенту о продажах, нажимаем сформировать и здесь у нас выходит, что 10 штук мы продали, но при этом 2 нам вернули. Поэтому мы отчитываемся, буквально говоря, за 8. Смотрим комиссионные вознаграждения. Проверяем. Исправляем опять же с кодского хозяйства. Наше подразделение заполняем. Графики оплаты. Провели наш документ. Комитенту мы отчитались о проданных товарах, получается, и теперь наша задача оплатить нашему комитенту сумму за его товар, который мы продали, и удержать из них сумму вознаграждения. То есть сумма вознаграждения в данном случае у нас вот такая будет. Вводим на основании этого отчета к списанию безналичных денежных средств. То есть мы оплачиваем нашему поставщику. Проводим по банку. Не забываем, чтобы у нас отразилось списание денежных средств. Проводим наш платеж. Да, нам еще не хватает. Вот здесь одна вкладка решетов к платежам оплаты товара. Товары, какие-то услуги. Всего товаров по отчету мы отчитались даже за 16 320. Но при этом мы делали списание денежных средств с учетом удержания комиссионного вознаграждения. И вот, соответственно, за минусы нашего комиссионного вознаграждения мы перечислили нашему поставщику сумму за его товар. И таким образом мы отчитались по закупке по комиссии. По закупке комиссионной пока все. Переходим, наверное, к следующему разделу. Это закупка по импорту. Закроем пока лишние документы. Закупка по импорту у нас определяется функциональной настройкой в разделе МСЕ «Администрирование», в разделе «Учет МДС» и «Внешняя экономическая деятельность». То есть вот здесь у нас есть настройка «Импорт» и благодаря этой галочке у нас становятся доступны виды операций, такие как «Импорт» и «Возвизи АЭС». Вы уже видели, в принципе, эти виды операций. Вот здесь вот списки, да? То есть это либо вот это, либо вот это. Опять же, начинается все с почка закупки «Импортность соглашения». Вот мы сейчас поищем того партнера, у которого у нас уже есть соглашение на импорт, чтобы его не создавать. И создадим заказ поставщику. Просто новый поставщик. Допустим, вот этот. У нас здесь на вкладке «Расчеты будут в долларах». Чтоб мы подтянулись договоры. А у нас вообще есть у этого поставщика на Google? У нас здесь нет договора. И укажем вид операции «Импорт». Более-то у нас также доллары. Детализация расчетов. Пусть будет полный кормин. То есть объектом расчетов у нас будет уже средства приобретения. Здесь мы не будем ничего заполнять. Вот так вот и оставим пока наш договор. Который у нас не появляется в списке. Потому что где-то стоит отбор. Еще раз откроем нашел поставщика. Еще там заведем здесь. Продолжение следует. Хорошо. Продолжение следует. Просто ученья. Помогите novo часть Конечно, мы поставили закупку у поставщика и ищем почему-то договор по импорту. Хозяйственную операцию строго смотрим. Если у нас хозяйственная операция и импорт, соответственно, договор у нас не подтянется, если в нем указана другая хозяйственная операция. Заказываем. Допустим, телевизор GVC. Здесь будет вверх шаг. Допустим, холодильники больше. Поступление оформлено тоже сегодняшней датой. Возвращаемся к нашей презентации. У нас возможность закупки по импорту определяется функциональной опцией. Соглашение с поставщиком и импортером мы оформили. Далее у нас оформляется после заказа поставщику поставка импортных товаров. То есть в тот момент, когда у нас товар приходит на таможенный терминал, мы должны ввести поступление товаров и услуг. И после того, как введено приобретение, мы уже можем вводить таможенную декларацию и, соответственно, производить оплату таможенных расходов. Введем на основании нашего заказа поставщику документ приобретения. Вот оно наше приобретение. Мы его проводили на западный склад. Смотрим по ведомости. Что у нас показывает наша ведомость по товарам? Она у нас ничего не показывает, потому что на данный момент у нас этот товар введен только по финансовым документам. По факту именно приобретение само будет отображаться в тот момент, когда будет введена таможенная декларация. Мы дали системе понять тем, что у нас есть приобретение товаров и услуг. То есть у нас есть товар, который имеется накладные к оформлению. Накладные к оформлению у нас здесь в разделе закупки накладные к оформлению. Накладные к оформлению у нас таможенная декларация и на импорт к оформлению. У нас же импорт все-таки. Ну, здесь видится наше поступление, на основании которого нам нужно создать декларацию. Опять же, создаем по кнопочке «Создать декларацию», становясь на этот документ. Здесь мы можем заполнить, ну, сейчас тестовые какие-нибудь данные о номере декларации. Допустим, 27 декабря 2020 года и какой-нибудь номер декларации. Таможенная декларация у нас говорит о том, что, допустим, либо оно на оформлении в таможенном. То есть, в этом статусе у нас эта таможенная декларация не сформирует товар на складе, и мы не сможем его еще продать. А вот когда оно уже выпущено с таможни, тогда уже движения будут по этому товару. Поэтому мы оставляем, пусть будет выпущено с таможней. Расчеты. На вкладке «Расчеты» у нас указывается, кем управляется ГТД, либо брокером. И нам нужно будет выбрать, соответственно, брокера. То есть, это будет наш поставщик, и у него будет вид отношений именно поставщик. Если мы выбираем самостоятельно, то здесь, соответственно, у нас будет уже брокером таможня, и здесь у таможни будет вид отношений и прочее. У нас заведена уже в базе московская таможня, мы, допустим, ее и укажем. Если мы откроем этого нашего партнера, у нас здесь видно, что галочка «Прочие отношения». Соответственно, расчеты с ним мы будем производить, но также по безналичке. Но путем перечисления на их расчетный счет с видом операции таможенный платеж. Здесь, на этой вкладке «Расчеты», если имеются какие-то таможенные сборы, либо штрафы, тоже указываем. Договоров у нас здесь не зарегистрировано, мы их не будем делать. Если у вас имеется оплата в свой единый лицевой счет, можно произвести оплату с этого единого лицевого счета. Галочка за этой находится здесь. Сейчас у нас пока ожидает оплата НДС «Бюджет», и если бы был авансовый платеж, мы могли бы по кнопке «Зачет оплаты» его зачесть. Но пока у нас нет оплаты, поэтому пока мы этого делать не будем. Дальше смотрим, что у нас идет в разделах «ГТД». По умолчанию весь товар сбивается в одну строку, но здесь можно по желанию сделать несколько строк, допустим. Дальше по каждой строке, если на ней установится, идет расшифровка товаров. Также можно перетаскивать. Можно задать вот здесь вот страну происхождения. По кнопочке «Разная» заполнить страну происхождения. Откуда мы его завезем? Допустим, в Китай. Допустим. Можно дополнить каждую строку, допустим, товара порядковым номером строки товара. То есть вот сюда добавляем порядковый номер. Ну и, соответственно, к тому номеру таможенной декларации, который мы здесь указываем, через дробь будет указываться номер строки этого товара. Здесь можно заполнять ставку пошлины и таможенную стоимость. Именно если вы, допустим, не на всю стоимость вашего приобретения указываете, как таможенная. Если у вас еще чего-то уменьшается, таможенная стоимость, здесь можно скорректировать ее вручную и указать непосредственно ту, которую нужно. Ставка пошлины рассчитывается у нас в зависимости либо от вот этих вот трех строк табличной части и суммируется, уже прописывается сумма сюда общая. Либо наоборот. Мы прописываем здесь общую ставку, допустим, 5%, и распределяем ее на товары, на вот эту часть табличной. Допустим, сделаем это именно распределением на товары. И раскидываем. Ставку НДС мы проставили, ставку пошлины проставили. Сумма пошлины у нас раскидалась пропорционально товару. И, соответственно, в каждой строке мы проставили стоимость происхождения, поэтому вот здесь нам ее ставить не обязательно. И склад тоже, соответственно, мы проставили автоматически, что он у нас будет на западном складе приниматься. Поэтому вот здесь, в верхней части, мы не проставляем ничего. Дату платежа мы можем обозначить любую планируемую дату платежа. Проводим нашу таможенную декларацию. Проверяем наши товары. У нас был вид товаров, телевизоры и холодильники, поэтому мы их укажем в списке оба. Сейчас видео отвисло или еще висит? Напишите в комментариях. Сейчас мы видим, что у нас в ведомости по товарам на складах на приходе появился наш товар, то есть наш телевизор и холодильник. То есть после проведения таможенной декларации, то, что она именно выпущена с таможни, мы уже можем этот товар, по сути, продавать. Оформлять на него реализацию. Так, хорошо, что видео не висит. Идем дальше. У нас наша таможенная декларация ушла с нашего рабочего места, так как мы по ней уже все оформили. И сама эта декларация находится уже непосредственно в наших документах закупки. В общем, в списке. Вот она появилась. После того, как мы оформили таможенную декларацию, нам теперь нужно произвести расчеты. Вот здесь у нас есть гиперссылочка, в которой можно произвести как бы расчеты. Мы сделаем сначала заявку на расходование денежных средств, чтобы автоматически заполнились бы реквизиты по оплате. Но единственное с условием, что вот здесь вот снимем галочку перечисления в бюджет, так как у меня нет подругой сейчас именно данных по КБК, КТМО, но они будут соответственно требоваться. Поэтому мы сделаем просто сейчас такую платежку. Это у нас заявка расходования денежных средств. Поэтому мы ставим статус к оплате. Указываем статью движения денежных средств. Оплата таможни. Так как таможенную декларацию мы оформляли сами, и это идет оплата таможни. И на основании уже вот этой заявки мы делаем списание безналичных денежных средств. Опять же ставим галочку проведенную по БЛНКО. Допустим, платеж у нас будет сегодня. Опять же здесь снимаем галочку перечисления в бюджет. На данный момент. В реальной жизни, конечно, туда вводятся все реквизиты платежа. Возвращаемся в нашу таможню. Заполняем вот здесь вот просчетом с таможней наш платежный документ. И у нас появляется информация о том, что НДС оплачен. Здесь у нас нет задолженности. Проводим, закрываем. Наше таможенное оформление на этом закончено. Ну и второй вариант оформления импортной закупки это ввоз из ЕАЭС. Тоже сделаем по заказу поставщику. Выберем поставщика. Есть у нас вообще там соглашение о выборте. Так, в новой авике у нас есть соглашение уже созданное, поэтому мы его и подтянем. ХОС-операцию мы ставим ввоз из ЕАЭС. Опять же, оставляем западный склад. Договор у нас подтянулся. Ставим, что этот заказ у нас подтвержден. И добавляем номенклатуру. Например, электротовары. Ну, пусть будет комбайн. Тоже так, 10 штук. Поступление, допустим, сегодняшнее будет. Регистрируем цены поставщика автоматически. Проводим наш заказ. И немножко вернемся обратно к нашей презентации. У нас, если идет операция именно по ввозу из ЕАЭС, то здесь требуется в разделе закупки документ заявления о ввозе к оформлению. То есть в рабочем месте, опять же, он оформляется. Идем в закупки. И введем в рабочее место заявление о ввозе к оформлению. Организацию выбираем. Вдом комплексе. Ну, что у нас еще? Пройдем. Здесь у нас ничего не появится, потому что у нас еще не введено документа приобретения. Вводим документ приобретения товаров и услуг. Товары у нас здесь те же самые остаются. И после того, как мы провели приобретение, можно вот здесь вот в левом нижнем углу увидеть гиперссылку. Зарегистрирует заявление о ввозе товаров. Либо в том же самом рабочем месте, например, заявление о ввозе товаров. Оно тоже появляется. То есть именно после того, как введено приобретение товаров и услуг. Мы используем рабочее место. Сформируем заявление о ввозе товаров. Код ТНВЭТ здесь подгружаем, непосредственно подбираем из справочника тот, который нужен. Здесь очень большой справочник, соответственно, те коды ТНВЭТ, которые нужны, сюда и подставляем. Ну что, мы сейчас просто тестов какой-нибудь подставим, просто без подбора особо, да. Подразделение складское хозяйство. И проводим наше заявление. После того, как мы его провели, у нас здесь появляется гиперссылочка реквизита документов для оплаты НДС. В принципе, мы здесь сразу можем сделать списание безналичных денежных средств. Он автоматом подтянет операцию перечисления налогов и взносов, то есть это уже идет оплата НДС. И здесь мы выбираем налог НДС при импорте товара из ЕС. Получатель у нас будет ФНС. Счет, с которого мы будем оплачивать, будет, ну, пусть вот этот. Опять же, галочку проведено банком ставим, номер по банку, дату платежа проставляем. Ну и вот здесь вот мы опять же снимем, что КБК мы не указали. Статью движения денежных средств. Проводим наш платеж. Возвращаемся в наше заявление в ВОДЕС. Здесь он уже подтянул нашу платежку, как видите. Здесь нам даже не надо заполнять поплату в бюджет. Перечитаем формулу и вот он видит, что НДС оплачет. Проверяем наши комбайны на складе. Комбайны у нас находятся в другом виде номенклатуры. Добавим в список еще электротовары. Вот они у нас появились. То есть после этого товар у нас появился на складе, мы можем по нему оформлять реализацию. Заявление о вывозе товаров из ЕС тоже появляется вот здесь, вот в общем списке наших документов закупки. В целом документов закупки еще очень много. И опять же мы сейчас рассмотрели очень много операций. Настоятельно рекомендую именно просмотреть на демо-базе и прокнопать это все индивидуально. То есть конкретно по вашей ситуации. Какие нужны настройки вам, как проще вам вводить учет товаров. И соответственно какие операции нужно будет отражать. То есть не все же работают с импортом, не все работают допустим с комиссией. Кому-то хватает просто обычного введения поступления товаров даже без заказа поставщику. Так, давайте пока перейдем, наверное, к вопросам. Я вижу, что они были. Хороший вопрос, Виктор. Напишите пока вопросы на вкладке «Вопросы». Мы сегодня с вами много материала прошли. Готовы ответить на вопросы. Пока я вам на слайдике оставлю вот здесь вот информацию о ближайших курсах нашего сертифицированного центра. Обучение по управлению торговлей у нас самое первое, получается, 18 января, 19-го бухгалтерия, пользовательские режимы, потом зуб начинается. То есть, ну, фактически раз в месяц происходит новый набор потока. Если вам интересно, обращайтесь, вот там внизу, теперь ссылочка на сайте Кодерлайна, ЦСО раздел. Прошу показать документ корректировки поступления и показать поступление излишков. Хорошо. Хорошо. Возьмем какой-нибудь документ приобретения. Допустим, та же база продукты. У нас будет поставка продуктов на западный склад. Вот здесь вот я уберу назначение под заказ клиента, так как у нас на данный момент мы не будем делать обособленное обеспечение заказов. Допустим, у нас 100 коробок ассорти. По нашим документам пришло... И на основании него мы делаем непосредственно корректировку приобретения. То есть, допустим, у нас по факту пришло 130. У нас есть складка товары после корректировки. Мы увеличиваем сумму. Заполняем расхождение. Проверяем вкладку дополнительно. И тоже момент такой. Вот здесь вот на вкладке «Основное» нужно именно смотреть, какой вид корректировки идет. То есть, если это в течение расчетного периода, обычно это корректировка по согласованию сторон. Крайне редко бывает, когда исправление ошибок. То есть, уже непосредственно после того, как закрытый период, нужно исправлять ошибки. Поэтому здесь выбираем «Корректировка по согласованию сторон». У нас не заполнен вариант отражения. Поэтому мы увеличиваем закупку. регистрируем счет фактуры. Это корректировочный уже счет фактуры идет к документу. Счет фактуры, который был выписан ранее на наше поступление. Продолжение следует... 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 То есть, к нашим 100 штукам добавилось 30. И теперь нам нужно оформить возврат товаров поставщику. Прежнюю корректировку мы отлимем, чтобы было более понятно. Возвращаем товары поставщику. Регистрируем счет фактуру. Закрываем. Вот они наши конфеты. У нас есть акт. По результатам акта у нас добавилось 30. И возвратом товаров поставщику мы эти 30 вернули. Сейчас звук есть. Повторить с какого-то момента. Хорошо. Чем удобен акт расхождения? Очень много, опять же, заполнений по нашим данным и, соответственно, введения данным по нашему поставщику и автоматическое формирование всех нужных документов прямо из интерфейса этой обработки. Если еще есть какие-то вопросы, пишите. Давайте, наверное, еще пять минуток и заканчивать наш вебинар. У нас он и так получился весьма объемным. Спасибо всем за внимание. Вы большие молодцы выдержали до последнего. В договор или соглашение можно завести годовую спецификацию с контролем количества по заказам поставщиков в течение года? Что имеется в виду по части годовой спецификации? То есть, имеется в виду установить лимит поставщику по количеству? Лимит по количеству, да, можно указывать в соглашении. Это делается путем заведения сегментов партнеров. То есть, вашего поставщика вы включаете в сегмент, в котором задаете условие о том, что с ним закупка не должна превышать по такой-то количеству номенклатуры за такой-то период. И, соответственно, по такому же принципу вводятся поставщики или клиенты в черный список. То есть, с этим, допустим, поставщиком мы уже не работаем и его вносим в сегмент номенклатуры, что с ним уже не производить никаких расчетов. Как фиксировать температурные режимы при приемке товара на склад? Что имеется в виду? Имеется в виду учет по срокам годности какой-то товар, который при определенном температурном режиме принимает на склад. Если у товара есть какие-то свои особенности хранения, их обычно объединяют в одну общую складскую группу. Задают это в настройках склада. То есть, у них, как правило, есть привязка к определенным помещениям, куда их могут принимать. Это уже обычно относится к топологии склада. То есть, там уже непосредственно есть зоны приемки, зоны отгрузки и зоны размещения ячейки специальной, либо помещения, где должен храниться этот товар. В настройках конкретно этой ячейки можно задать вплоть до конкретного товара, что именно он будет храниться в этой ячейке, с каким товаром вместе он может храниться, либо он, допустим, может храниться совсем отдельно, ни с каким другим товаром не совмещенно. То есть, вплоть до детализации это уже относится к разделу топологии склада, тоже очень большой раздел. Если хотите, могу скинуть ссылку на сайт ИТС, там более подробно все это рассказано. Есть еще какие-то вопросы? Есть ли типовые решения внедрения УТ или лучшей практики? Конечно, внедрений было много и, опять же, у каждой организации своя ситуация. То есть, все настройки делаются с нуля под конкретную организацию. Если именно интересует типовая УТ, конечно, там проще и с согласованием, и с настройкой. Но обычно, как правило, внедрение – это отдельный проект, особенно если большая организация с большой развитой структурой складов, подразделений, сотрудников и большим штатом персонала. По поводу кейсов, опять же, лучше обратиться к нашим коммерческим менеджерам. Они могут составить техническое задание и непосредственно по вашей уже организации порекомендовать что-то для внедрения. Как принять товар, если он подлежит маркировке? То есть, приемка должна производиться с кодами маркировки. Ну, маркировка – это вообще отдельно, конечно, большая тема. Вообще, в настройке управления торговлей, конечно, есть интеграция с маркировкой. Это вот здесь находится в разделе «Интеграция с ИСМП», то есть «Систем прослеживания». Здесь есть все виды продукции, которые можно проставить для маркировки, если вы такие используете. Здесь в этих настройках устанавливаются параметры подключения к станции управления заказами. Можно через из базы 1С заказать сами коды маркировки, промаркировать товар, то есть присвоить именно конкретному товару конкретный код. Ну, и в процессе продажи онлайн проверяется статус этого кода, кому он принадлежит владельцу. Если все совпадает, то, соответственно, отгрузка проходит без проблем в онлайн-формате. Обычно для маркировки требуется оборудование, которое умеет считывать датаматрикс, двумерные коды, то есть это как минимум сканер. С учетом большого количества продукции, это, как правило, еще и терминал сбора данных, который настроен под вашу базу. «Где лучше вести учет по товарам? В ВП или ВУТ?» Вообще управление торговлей, оно, конечно, больше подстроено под учет товаров, то есть здесь все вот эти детали, соглашения, заказы клиентов, заказы поставщиков, намного больше аналитики идет, отчетов, нежели в ВП. Но в ВП при этом всем есть регламентированный учет, чего нет в управлении торговлей. В управлении торговлей вы можете сформировать только управленческие балансы, посмотреть, опять же, управленческие движения. Можете сформировать документы, которые потом по обмену придут в бухгалтерию, то есть в плане учета НДС, отражения авансов на счетах фактуры, отражения самих счетов фактуры, учет НДС, ну и даже, в принципе, сформировать книгу покупок, книгу продаж в управлении торговлей тоже можно. Но здесь не формируются регламентированные отчеты, именно которые вы будете предоставлять контролирующие органы. То есть если вы хотите оставаться только на управлении торговлей, как бы, скорее всего, этот вариант вам не подойдет, если вы сдаете регламентированную отчетность. То есть в идеале, как правило, работает управление торговлей в связке и в синхронизации с бухгалтерией. В бухгалтерии, если интересует именно маркированная продукция, там тоже реализован функционал учета маркированной продукции. Он немножко более, конечно, ограничен, но в целом он там есть. Да, видео потом вам разошлют после окончания вебинара на вашу электронную почту, через которую вы регистрировались на это мероприятие. Также вы можете задать свои вопросы менеджерам по контролю качества. То есть они будут вас обзванивать, спрашивать, как вам вебинар. Ну и, собственно, если у вас какие-то остались вопросы невыясненные или интересует какая-то еще дополнительная информация, на все вопросы вам ответят, конечно. Если вопросика больше нет, всем спасибо за внимание. Если что, обращайтесь на нашу электронную почту. Будем рады сотрудничеству. Если есть какие-то вопросы, можем ответить в режиме переписки. Всех с наступающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова